Привет, друг! Это игра Stormworks, и сегодня я покажу вот эту постройку. Это вертолёт от Андрея Романова, моего подписчика, который мне помогает по этой игре и довольно-таки многое знает об этой игре. Ему она нравится так же, как и мне. Ну и вообще, короче, такой чувак, который забирается очень серьёзно в этой игрушке. Хочу познакомить вас с этой постройкой, потому что она потрясающая. Здесь сделано столько технических моментов, очень прикольных. И вот я думаю, тем, кто играет в эту игру в Stormworks, будет интересно именно разобраться в этих технических, так скажем, возможностях этого вертолёта. И самим же, собственно говоря, использовать их. Но сначала давайте посмотрим. Кстати, размещён он будет в описании, сразу говорю. На всякий случай повторюсь, не моя постройка, это постройка Андрея Романова. Спасибо ему за то, что прислал. Единственное, что я хочу показать именно вот здесь, это вот. Что здесь присутствует? Автоматические двери, автоматическое закрывание дверей, великолепная стабилизация вертолёта, автоматическое наведение прожектора за, так скажем, направлением вертолёта. Также есть брандсбой для тушения пожаров. Собственно говоря, сзади у нас крюк, чтобы цепляться за воду и тушить. Ну и ещё разные технические моменты здесь присутствуют, которые по ходу как бы мы рассмотрим. Давайте же начнём, так скажем, осмотр. Первое, что, наверное, нужно сделать, это запустить сам вертолёт. И запускается он очень необычно, по крайней мере. Не знаю, почему автор так создал, но как его автор так создал, так он создал. Вот источник питания для нашего вертолёта. К сожалению, вот здесь вот нету... Так, я не то нажал. Вот открытие дверей. К сожалению, не описано. Как видите, отодвигается дверь со звуковым сигналом. И вот опускается бортик при этом при всём. Забираем эту штуковину. Забираем эту штуковину. Так, запихиваем. И нам её нужно вот сюда вот. Это именно генератор, можно так назвать, шторе. Так, его нужно, понятно... Так. Так, развернём его. Оп. И уже... Так, сейчас... Просто, может, протолкаем его. Он прям не хочет разворачивать. Во, всё, подключился. И, как видите, сразу включился свет. Сразу всё заработало. То есть, электричество появилось в вертолёте. И всё шикарненько. Здесь же дальше. Так, закрываем дверь. Пошёл звуковой сигнал. И закрытие двери. И, как видите, бортик отодвинулся. Двери. Выходим. Сама закрылась. То есть, вам не нужно нажимать заново, что, в принципе, неудобно. То есть, развернулся. А она сама закрывается. Это очень круто реализовано. Очень круто. Если бегать по вертолёту, слышно, там срабатывает стабилизатор. Дальше у нас, собственно, давайте в кабину пилота зайдём. И кабина пилота лично для меня, мне один момент не нравится, который здесь реализован. Это подъём и опускание вертолёта. Оно реализовано вот на этих кнопочках. То есть, вам придётся именно постоянно контролировать тягу именно здесь. Вертолёт, есть у него возможность зависания, но также она, ну, как бы, альтметром. Ой, альтметром, альтитут. Нет, это, наверное, не... Ладно, я не буду вдаваться в подробности, потому что, возможно, я сейчас неправильно скажу, и вы сразу определёте. В общем, нужно будет на этом датчике смотреть, выставлять, как бы, определённую отметку, чтобы зависнуть на определённой высоте, чтобы не выше, не ниже подниматься. Как бы так. Звуковой сигнал, вы, собственно говоря, замечали, и всё, движение началось. Запуск двигателей произведён. Немножечко давайте тяги возьмём. Вот, набор пошёл. И давайте уже выходить из... Из ангара. Что у нас сейчас происходит, точнее, почему мигает? Это срабатывает парктроник, который нам говорит, что мы слишком низко, точнее, мы практически... А, мы не слишком низко, мы вообще на земле находимся. То есть он говорит, что слишком низко. То есть он сканирует землю. Всё, пошёл взлёт, по-моему, да? И сейчас датчик сработает, и мы... Всё. А, я понял, в чём ещё. Мы стабилизатор же не включили. Включаем... Нет, свет пока не будем включать. Всё, мы включили стабилизатор. Видите, вот сейчас вот... Сколько я задал подъёмной тяги, столько он и поднимается. И вот в этом проблема небольшая. То есть нам нужно... Так. Выставить... Выставить... Вот где-то вот так вот примерно, да? И сейчас мы... Вот где-то здесь перестанем набирать высоту. Всё, мы примерно зависли. Вот у нас высота... Высота мер. Наверное, я неправильно опять же говорю. Всё, в принципе, мы находимся на нужной нам высоте, ну, к примеру, да? И движение. Движение у нас в АСД. То есть вот так вот он... Рыскание В... То есть АД... ВС это крен вперёд-назад. То есть и подъём высоты это... Ну, понятно, да? Что здесь есть в вертолёте? Задний винт, он спрятан... Вот в этом, как бы, хвостовой части. И как бы понятно. По поводу... Вот смотрите, видите, я нажимаю чуть-чуть вниз и... То есть у нас управление прожектором идёт именно от направления носа, куда он смотрит, туда и смотрит у нас прожектор. По-моему, даже чуть-чуть ниже, да? Но, в принципе, оно так и есть. То есть если мы сейчас... Вот смотрите, я спустился, пока маневрировал, я спустился на высоту чуть ниже, и он сейчас будет набирать до той высоты, которая была выставлена вот здесь вот. То есть если нам нужно меньше, мы опускаем чуть меньше, и он уже пошёл опускание. Ну и таким образом на нужном уровне мы выставляем высоту, и он на ней держится. В принципе, всё. В принципе, понятно. И вот это вот, так скажем, выставление вот этих кнопок мне лично неудобно, но автор решил именно так. Он сказал, что ему так удобно, ему так как бы приятнее. И в этом нет ничего плохого, в том плане, что просто нужно привыкнуть, и тогда всё будет нормально. В принципе, вертолёт не такой, знаете, не манёвренный, на нём спешить не нужно. Управление, он так, видите, разворачивается очень хорошо. Манёвр разворота у него очень быстрый, это очень неплохо. Дальше, дальше мы начинаем сброс. Сброс у нас идёт, допустим, крюка. И, допустим, мы его спускаем полностью в воду. Есть погружение. Так, всё, спустили. Так, и включаем. Ну, понятно, да, то есть мы можем тушить какие-то пожары или ещё что-нибудь. Ну, в этом роде, пожалуйста, то есть без проблем этим можно заниматься. Притом, манёвр тоже. Как видите, сам вот этот бронзбой, так скажем его назовём, да, он тоже поворачивается в том направлении, в котором нужно. То есть если резко вот поворачиваем, допустим, вправо, и если влево дать, он, видите, выворачивает. Ну, то есть работает от кнопок. То есть можно залить, в принципе, что угодно, так же им. Так, по-моему, мы спускаемся. Давайте немножко. Да, мы спускаемся, что-то теряем высоту. Оп, начал парктроник срабатывать. Всё. Всё нормально. И как видите, именно свет идёт в то место, вот сейчас вот очень видно, даже можно сделать вот так вот. Допустим, да? Свет именно в то место, куда идёт вода, то есть освещается. Это очень круто сделано на самом деле. Также, как видите, световые сигналы вертолёта есть. Блин, прикольно, конечно, сделано. Зависание, вот этими кнопками сделано зависание, и это круто. То, что мы можем зависнуть. Единственное, наверное, как бы для меня лично, я бы хотя бы, не знаю, хотя нет, по-другому как тут сделаешь, да, ладно. По-другому и не сделаешь какой-то уровень зависания, да, какую-то кнопку нажал, завис, допустим. Вот если такое можно сделать, это было бы вообще круто. Так, давайте попробуем поднять. Я думаю, нормально будет. Он сейчас поднимет, отключим. Всё, он срабатывает, всё, нормально. И можно отправляться в любой полёт. Вертолёт очень необычный, он построен как бы не по стандарту. Потому что, допустим, я вертолёты строю по стандарту предложенного вертолёта в самой игре. И этот же вертолёт построен именно по другой технологии совершенно, да. Здесь использовано очень много технических моментов, которые необычные. И их можно брать на заметку и использовать не только здесь, да. Не только в вертолётостроении, но и в других каких-то, возможно, постройках. Поэтому, ребят, советую этот вертолётик на скачивание. Ознакомиться с этим вертолётом тоже советую. Только из-за того, что здесь есть, конечно же, технические моменты. Ну, или просто, если вы хотите полетать, тоже можно, конечно же, его обязательно скачать. Ну, и совет этот для тех людей, которые хотят именно играть в эту игру и разбираться в ней. Надеюсь, вам понравился выпуск. Если да, то обязательно поддержите меня лайком или комментарием. На этом всё. Удачи и пока.